Рамзан Ахматович, я когда готовилась к нашему интервью, мне коллеги показали ваш ролик с Михаилом Галустяном, в котором вы даете как бы ответ исследовательскому центру НАТО, который критикует наше российское телевидение о пропаганде. Ролик очень смешной, мы правда все вместе смеялись. Скажите, вот насколько свойственно вам относиться с чувством юмора вообще ко всему, что происходит в международной нашей внутренней политике и каким-то рабочим моментам? На самом деле заявление НАТО было смешным, причем-то юмористы. Они нам дают возможность посмеяться, почувствовать себя людьми настоящими, и они начали обвинять в том, что они участвуют в каких-то международных вопросах. Но они привыкли на то, что связано с Россией для НАТО, для Запада, это опасность для них. И потому что они боятся того, чего нету. Они Россию преподносят как агрессора. На самом деле самое дружеское государство во всем мировом сообществе России есть. Россия всегда защищает, так скажем, нуждающих. Я считаю, это дурацкое заявление было. Поэтому по-дурацки мы там ответили. По-дурацки, но с юмором. Поэтому я спрашиваю, насколько юмор вам помогает. Без юмора невозможно жить. Мы же, где бы мы ни находились, в каком-то участке не занимали, мы же люди. Я должен оставаться с первыми людьми. Поэтому юмор это дополнительная энергия. И вы очень легко относитесь к шуткам и даже к критике, к пародиям. Абсолютно. Раньше в начале еще так было тяжело. Волновались, да? Было неприятно. А если участвовать в этой кухне, то надо привыкать к всему. Поэтому к шуткам я всегда относился хорошо. Когда критика необоснованная, задевающая честь, достоинство, это неприемлемо для нас. А так, чувство юмора, это должно присутствовать. И мы должны помогать, содействовать этому. Так и мы ответили с друзьями, юмористами на их дурацкие, шуточные заявления по их языкам. Рамзан Ахматович, чеченские военные вернулись из Сирии буквально несколько дней назад. И в истории вооруженных сил России это был такой первый опыт, когда батальон военной полиции был отправлен за рубеж. Командировка и прошла, и завершилась очень успешно. Это означает, что опыт такой будем повторять? На самом деле это преградива Верховного Главнокомандующего. Те люди, которые призваны служить и служат в Министерстве обороны, других спецподразделениях, они должны выполнять приказ. И то, что удостоился честь батальон, который дезинститующий в Чеченской Республике, большинство сформировано из чеченских ребят, в такой чести от руководства государства, и выполнена такая важная миссия, это для всего чеченского народа, это большой плюс, и большая доверие. И то, что ребята выполнили поставленные задачи, приказ министра обороны, на все 100%, это тоже радует нас. Поэтому, если в нашей религии менталитет обычаи помогает, больше содействует решению самых сложных задач в таких сложных ситуациях, то я считаю, что надо побольше содействовать. И ребята нашли общий язык с местными населениями, и никаких конфликтов не было там, не только защита от этих шайтанов в городе Алеппо или государство, плюс еще внутренние конфликты там у них присутствуют. А ребята, которые там служили, выполнили на все 100% поставленную боевую задачу. Мы очень благодарны им, и мы рады, что мы можем участвовать в таких ситуациях, необходимых для безопасности нашего государства ситуациях. А после нападения боевиков на военную академию, как-то изменились меры безопасности в республике? На самом деле мы очень внимательно относимся ко всему, что касается безопасности. Но это значит недоработка, недоработка спецслужб, промышленная структура. Почему? Потому что мы более успокоились, так можно сказать. Наурский район – это такой мирный район был во все времена, там никогда не было военных действий. И не ожидали, что вот такой ситуации может получиться. Там слишком они мирно жили, дружно жили, так сказать, с местным населением внутренние войска и сегодняшней национальной гвардии. И это из-за этого так получилось. Сейчас более бдительность проявят и нацгвардии, и местные структуры. Я думаю, что таких случаев не получится, не будет у нас в республике, потому что надо пощупать, почувствовать, чтобы понять, что может быть и такое подлое отношение с их стороны. То есть все-таки пока расслабляться рано? Нет, вообще в мировом сообществе, как сказал президент России, Владимир Путин, и в Европе, и в Лондоне, везде может быть, там никто не застрахован. И в том числе и Чеченская республика. Ну, на самом деле мы огромную работу провели с декабря месяца 2016 года по сегодняшний день. Мы огромную работу провели. И как вот на сегодняшней ситуации в республике спокойно, нигде не то. Вот я не просто говорю слова политические, там такие громкие слова. Я знаю внутреннюю систему в обществе. У нас совсем другие взгляды в обществе. И абсолютно отношение к этим шайтанам у нас самое, знаешь, вот такое там, ну, как мы на них, против них никто нету. Мы убежденные в религиозном направлении, убежденные, что они есть на самом деле шайтаны, мы против них. Вот если там, если Министерство обороны там выполняет приказ, если федеральная служба безопасность призвана там обеспечить безопасность государства. Вы это воспринимаете как личные удары. Это мы, это религиозное соображение. Мы, ссылаясь на Коран и Сунду пророка Салаваусын, вот действуем. Это наша жизнь. Мы обязаны воевать против этих шайтанов. Мы обязаны уничтожать их. Мы должны все для того, чтобы их не было на территории нашей региона и в России, в общем, мирить в целом. Поэтому мы еще в 99-м году дали клятву на Коране, что до конца будем воевать против этих вничтоженств. В марте Чеченская Республика отмечала День Конституции. И вы вспоминали референдум, который прошел 14 лет назад. И в своей поддравительной речи сказали, что Чеченская Республика сегодня процветает. Вот за счет чего процветает сегодня Республика? На каких, может быть, трех китах держится ее стабильность и развитие? На самом деле референдум – это исторический день, исторических событий чеченского народа. И даже в российском обществе тоже. Чеченцы никогда не давали возможность определиться, что они хотят на самом деле. И после того, как мы провели референдум, приняли Конституцию, сформированы все власти и пошла, так скажем, работа у нас в лучшую сторону. Мы начали восстанавливать республику с помощью федерального центра. И мы начали говорить об экономике, хотя у нас тогда в 0-0-0 с минусом было все. И не было просвета даже, куда надо двигаться, не понимали. Те люди, которые были прикомандированы, так сказать, обеспечением безопасности или восстановлением республики, экономики, я с ним варился во все времена. У них понимания не было, что можно сделать в Чеченской республике. И благодаря именно волевому решению руководства государства, в листе президента Путина, у нас появилась стабильность. И сегодня мы говорим о прочитании и об экономике. И экономику у нас мы развиваем именно в плане промышленности и сельскохозяйства. И плюс у нас дополнительный туризм мы развиваем. Если с 90-х годов мы говорили о десятках туристов, а теперь мы говорим о десятках тысяч, сотнях тысяч туристов. И мы в последующем хотим сделать так, чтобы город Грозен стал кавказским центром молодежи. И мы создаем все условия для развития туризма и для того, чтобы побольше привлекать людей в республику. Мы как бы все у нас в уме как-то нефть, газ, это все прошлое. Это у нас ничего. Действительно, Чеченская республика ассоциируется с добычей нефти. Хотя на самом деле это совсем не так. Да, на самом деле это то, что есть, забирает рост нефти. И плюс они никак не хотят с открытыми глазами посмотреть на Чеченскую республику. Хотя Сечин большой политик, государственный деятель был. Он в бизнес пришел не с бизнеса, а с руководящих должностей. Он был бы должен посмотреть на Чеченскую республику, как послевоенный регион, который там столько строящий свою экономику. Ну, не говоря об этом, но все равно, благодаря тем волевым решениям, которые сегодня оказывают нам помощь, выделяют внимание, уделяют внимание президенту. Мы сегодня прочно развиваемся. И сегодня мы даже министром Силуановым, Антоном Германовичем, обговорили самые такие вопросы, которые необходимы для того, чтобы президент принял решение, в последующем для того, чтобы стабильно развивалась экономика республики. И у нас есть очень хорошее отношение с арабским миром, у нас есть с Европой, хорошее там взаимопонимание. Я думаю, что если не останавливаться там по отдельности, то перспектива нашего региона очень хорошая и возможности колоссальные. Просто к нам относятся, как к военному региону в том плане, не в лучшем стороне, а в худшем стороне. Вот война была, чеченцы, борода, там такие и другие. У нас очень перспективная молодежь, мы очень сильно развиваем менеджмент, развиваем. Наши студенты уже заканчивают, сотни возвращаются из Европы, из Лондона, заканчивают самые престижные вузы. Они устраиваются у нас на работу и дальше все вместе мы строим хорошие, прочные, сильные. Но вам надо больше приглашать людей к себе в гости, тогда они будут видеть все своими глазами. Раз уж вы упомянули о Роснефте, правдивая информация о том, что Роснефть готова продать свои активы? Ну, они, конечно, Роснефть будут продавать, потому что у них интерес в бизнес. Сейчас почти нет добычи, Рамзан Ахмадович, правильно? Есть у нас около 500 тысяч тонн годовых, но это тоже убитая, так скажем, среда. И то, что нам они за 12,5 миллиардов предлагают, это смешно. Завышенная цена. Конечно, это смешно. Они говорят, исходя из того, что похищение нефти было другое, 10-е, там их менеджмент, да не знаю, как они считают, я даже не знаю. На самом деле, если я сегодня озвучу такие вопросы, они завтра меня начнут, а, Кадырова против Роснефти, давай его давить по полной программе. Ну, я отстаиваю интересы региона и народа. И поэтому отношение их не к нам, и не справедливое отношение. Президент в своем предвидированном программе два раза заявил, что в Чечне будет строить нефтепродажный завод. Не построили. Даже нету пыли, нету там, в этом направлении. Участок мы выделили, там институции создали. И пришел руководитель Новый Роснефти и заморозил всю тему там. А про президент, когда еще на следующий срок должен, была 30, в 1938 году, а нефтепродажный завод, Роснефть, который должен был строить, не построил. Поэтому отношение такое к нам, это несправедливое отношение, мы будем добиваться справедливости. Чеченская республика, это не про нефть, это как раз про сельское хозяйство и про туризм. Про сельское хозяйство, туризм, промышленность. Сельским хозяйством это частные предприниматели занимаются? Да, у нас, не без этого, госхоз содержать в сегодняшней системе, развивать госхоз, это очень трудно бывает. Если в частные инвестиции приходят, то это очень даже перспективное дело для региона, и для частного инвестора, и для общей системы. Но это местные предприниматели? Нет, больше у нас инвесторы приходят и за рубежом. Поэтому если местные тоже есть, и они мелкие там, ну мелкие там, в таких сдачах, таких не бывает. Потому что вкладывать в республику деньги, вот, в тот регион, в который еще банковская система полностью не открылась, и они там тоже смотрят через бинокль на нас, там только мы с Бирбанком, и там с ВТБ, там только начали наладывать, наладивать нам такие тесные, там доверительные отношения, так можно сказать. А чуть позже, там, что было у нас, они ни один проект не пропускали. Мы годами, там, знаешь, защищали свой проект, чтобы там получить кредитование, там, и хотя, там, и частные, там, и инвестиции, там, и республика, и все, там, трехсторонно, хотя у нас соглашения были, там, и двухсторонно, трехсторонно, все равно. А как вам кажется, почему с таким недоверием относятся? Ну, у них нет, там, а в каждом направлении ищут выгоду для себя. Они сегодня, там, видят других регионов, там, или другие, там, компании, которые, там, вложил, там, завтра получил большие деньги. То есть, быструю отдачу хотят получить. Я говорю, вот, руководство, там, банковской системы, которая сегодня существует, ну, они же больше помогают государству, у них должен быть подход такой. Государственные. Если не только смотреть, там, по полной программе 50 на 50, там, там, или 15 процентов годовых, там, они должны смотреть, там, на регион, да, вот, тоже надо ребятам помочь, в том плане, чтобы заработал экономик, по следующему, чтобы этот же регион стал партнером, там, для банка, для бизнеса, для всего, там. И они, там, сразу, мы их сегодня хотим. Мы семена кушаем, не дожидая, там, урожая. Поэтому надо делать так, чтобы урожай был. Но, тем не менее, удается же вам инвестиции привлекать? Я так понимаю, что в магазинах около 80 процентов продукции, я имею в виду овощи и фрукты, это продукция, которая выросла на территории Чеченской Республики. Я знаю об амбициозном проекте Международного университета, также мне удалось в ожидании вас поговорить с архитекторами, которые говорят о таких фантастических стройках здания, когда привлекаются лучшие архитекторы из Америки. В чем тогда секрет ваш, как вы эти инвестиции привлекаете? Ну, больше и больше у нас, так скажем, дружеские, братские отношения с инвесторами и такие инвестиции, которые там за миллиарды долларов... То есть они верят лично вам? Да, ну, больше доверяют чеченскому народу, так можно сказать, ну, если они вкладывают миллиарды долларов, там, если у нас ни один проект не остановлен, все краны работают, подъемные, там, и финансирование не остановлено, даже, исходя из той ситуации, которая складывается вокруг России. Вот, и мы знаем, как санкции, другое, 30 нас как давят, там, и в первую очередь меня, в том плане, я во всех санкциях нахожусь первым, поэтому... Мне кажется, вы на это даже не реагируете, нет или заметили? Ну, вы что, наоборот, мне нравится, я, защищая своего государства, народ попал туда, вот тогда это, ну, удовольствие. А если я попал бы из-за измену, там, государства и народу, тогда было бы плохо, я сейчас, ну, наоборот, получаю массу удовольствия от этого. Такой интересный взгляд на санкции, да, можно перенимать ваш опыт. 90 тысяч туристов за 2016 год, ну, вы попросили у премьер-мейста Дмитрия Медведева помощи для того, чтобы развивать дальше Чеченскую Республику, как туристический регион. Что вам нужно еще? Ну, я завтра иду к Медведеву, на это очень встреча у нас запланирована, если дастся, то мы хотим в общем разъяснить ситуацию, и дальше как хотим мы развивать, там, не просто так содержать республику, там, все говорят, что Чеченская Республика выделяется большие деньги. Да, вас за это часто очень критикуют. Обвиняют, я говорю, я отвечаю, общество Российской Федерации, послевоенный регион, федеральная целевая программа была, и эта программа защитили все вместе, и правительство российское, и регион, и все дирекции, все, это было 130 миллиардов рублей, полностью там, федеральная целевая программа. Потом, исходя из ситуации, секретировали до 75 миллиардов рублей, и наша промышленность, которая разрушена войной, восстановили только каркасы, оборудование закуплено, сыренность закуплено, аэропорт даже элементарно не восстановлено, и социальные объекты не все, у нас трехсменка до сих пор существует в школах, и люди на это не смотрят. Они сегодняшний бюджет смотрят, как сколько нам дают, как и другим всем остальным. Татарстан, великий регион, развитый, с промышленностью, они тоже получают, они тоже участвуют в всех программах, в всех проектах. И просто на слуху есть Чеченская республика, мы говорим, дайте нам возможность самим жить, в том плане зарабатывать деньги, вы же нам не даете, вы же не восстановили, иначе разрушенная республика. Формат есть, да, восстановлено, сельскохозяйства полностью убитые нам отдали, промышленность убитая, там у нас заводы были, фабрики были, все было, ничего не восстановлено. И люди должны понимать, что даже программу, которую выполняют во всех регионах Российской Федерации, единственный регион, Чеченская республика, послевоенная, послевоенная программу не выполнила федеральный центр. Половину секвестировали, не дали слово, тогда был Кудрин министр и Козак, тогда полпредом был, по-моему, они сказали, на следующий год, Рамзан, мы вас уверяем, мы откроем, финансируем, все сделаем, соглашайся. Я говорю, исходя из ситуации, я согласился и все, я получил что? И все обвинения в адресе Чеченского народа, республики Кадырова, это необоснованные. Я за Россию потерял все. И мы защищаем в переднем плане Россию. И зачем нам где-то что-то говорит, мы граждане России, 23 марта, 14 лет назад, мы определили свою судьбу, нам дали возможность, мы сказали, мы граждане России. Но вы до сих пор вот так вот близко к сердцу воспринимаете вот эту критику, когда говорят, Москва кормит Чечню? Это же говорят те люди, которые не имеют отношения с Россией. Я просто вижу, как вы реагируете. Я говорю, эти люди, они не имеют отношения с Россией. Мне обидно, когда здравомыслящие люди поддерживают это. А как-то болтун, который на митинг выходит, молодых пацанов через соцсетей мучает. И вот таких болтунов я вообще не слушаю. Я слушаю тех людей, которые должны были с пониманием относиться к всему. Когда они это цитируют, рекомментируют, тогда бывает обидно. Как сегодня формируется бюджет Чеченской Республики? Местные доходы, федеральные, как и обычно все субъекты Российской Федерации. И те инвестиции, которые дают лично вам под вашим словам? Да, из-за этого сконцедрированный бюджет у нас получается. И все-таки вернемся к туризму. Что туристу готова предложить Чеченская Республика, когда я приезжаю? Что мне там, смотрите, где останавливаться сегодня? Как Юрисбек Бомент-Грич сказал, здоровый, свежий воздух. И совершенно бесплатно. Совершенно бесплатно воздух. Ну, у нас есть разные туристические маршруты. И, ну, кому как. У нас очень... Но вы делаете большую ставку, я правильно понимаю? Конечно, мы очень уделяем внимание именно развитию туризма. Там у нас горные маршруты, которые старые, исторические. Там места, у нас есть башня, которому 1500 лет. Это крепость. Есть у нас, откуда мы все вскорные. Там, там, в кладбище, есть кладбище, которое, вот, есть язычные похоронные христиане и мусульмане подряд. Там места есть, которые, если там послушать, да, я и сам не знал. Туда я раньше не пускаю чеченцев, на самом деле. Если послушать историю, там, если послушать, там, ну, такая, даже камня, оттуда, которые, там, их не зов, там, не знаю, там, голоса, то можно просто сидеть и, ну, задуматься о жизни. Там, просто такие красивые места, там. И у нас есть объекты новые, культурные, спортивные объекты есть. Ну, все для туриста. Все для туриста у нас есть. Есть старые, там, дома, которые мы ставим, старые, там, этнографические музеи мы строим. Ну, все для этого у нас есть. Мы сейчас, ну, через лет пять, люди там ездят, там, по Европе, там, по арабским, где-то смотрят, там, небоскробы, там, такие, там, это все у нас будет. У нас самый большой фонтан в мире, там, даже лучше, чем в Дубае. Ну, уж если вы что-то делаете, то делаете с большим размахом. Танцующие, поющие, короче, все у нас есть. У меня действительно не покидает ощущение сравнения Чеченской республики и Дубая. Не знаю, почему. И я была удивлена, что нефтедобывающая отрасль, это всего, там, 5% дохода. В основном, кстати, это туризм. Можно говорить о том, что у вас энергетический сектор тоже в меньшем приоритете, а сельское хозяйство и туризм в наившем? На самом деле, это на второй план ушел, по-моему, нефть, энергетическая система. Сейчас больше все делают акцент на туризм. И сельское хозяйство, чтобы все производилось у себя. И поэтому мы эти направления стараемся развивать. И мы очень много вкладывали. У нас есть сейчас понимание. Если у тебя есть понимание, есть люди, которые тебя поддерживают, то я считаю, что уже есть у тебя перспектива. А у вас все то и другое понимание, и люди, которые вас поддерживают, у вас есть? У нас, хвала Аллаху, в республике абсолютно нет проблем. У нас есть все. Главное, времени хватает. Времени? 24 часа в сутки очень мало. Все равно хватает. Судя по тому, что вы буквально со встречи и сразу на интервью, это понятно. А сколько русских сегодня живет в Чеченской республике? Я все на память не помню, сколько там. Ну, мало чего-то русских. Раньше больше было. После военных событий. Почему? С чем вы это связываете? В военных событиях уехали русскоязычные. И больше была такая программа, так можно сказать, придуманная, чтобы уехало русских. А сейчас очень много возвращается. У нас абсолютно в республике нет никаких там сложностей между конфессиональных, между там, не знаю, других там направлений. Ну, я помню православный храм в Грозном, который выстроили. Мы недавно открыли на Урском районе православный храм, самый красивый на Кавказе. Сейчас в Челковском районе уже закладывают капсулу, уже строят. И первым у нас храм восстановили в Грозном. Ну, абсолютно у нас нету абсолютно между конфессиями такие проблемные отношения. Самый, можно сказать, показательный регион в этом направлении – это Чеченская республика. Это все было придумано нашими врагами, чтобы использовать чеченский народ против развала суверенного государства России. И так они своих же агентов заставили убивать там русские семьи, чеченские семьи, и русских там, и еврейские там, другие, чтобы там, ну, надо начать с чего. Вот так и начали нас, и потом результаты мы были виноватыми. Хотя это абсолютно не наша вина, нас подставили. Почему Дудаеву отдали республику, почему дали возможность, откуда Дудаев взялся? Военный генерал, откуда Москва, военный начальник, Басаев, работник спецслужбы. Откуда они взялись? Это абсолютно не наша вина была. Это придуманная война была против суверенного государства России. Как разверлили Советский Союз, в последующем надо было развить Россию. Это западноевропейские там, их программы, институты разрабатывали и разрабатывали стратегию там, каждый день увеличивая объем давки на нас. А мы, Чеченская республика, стала на защиту великой нашей Родины и спасли мы, больше сказать, и государство, и общество. Поэтому, наоборот, нам должны были быть благодарны. Больше всех, кто потерял из-за военных действий, чеченский народ, и население, и разрушение, и все. Это мы пострадали за Россию. И плюс, когда нас обвиняют в том плане, что мы не виноваты, это очень обидно. 14 лет со дня референдума. Тогда было легче или сейчас нести вот эту нушу, возглавлять республику? Мне 15 лет назад было легко. Потому что я... Даже легче сразу после войны, чем сейчас? Я был тогда сотрудником, тогда был наш первый президент Ахмад Хаджи Кадыров. Я был за спиной Ахмад Хаджи, и мне было легко. Но с тех пор, как вы стали первым человеком в республике? Ну, на самом деле, быть руководителем региона или там организации, если ты относишься к ответственности, то трудно. Это сложно и опасно. В том плане, ты внесешь перед Всевышним, перед руководством государства, перед народом ответственность. Поэтому ошибаться не имеешь права, и днем и ночью должен быть на чеку, так смотреть, что произойдет. Когда дождь идет, люди радуются. А я смотрю, выхожу, там, все ли порядки везде. Если ветер, там, люди, да, ох, как красивый ветер, посмотри. А я выхожу, там, чтобы не случилось где-то там районы, в селе, что-то, там, последствия. Ну, с годами легче стало? Опыт, он помогает? Или так же? Ну, на самом деле, с годами я больше начинаю думать и болеть, переживать. И труднее бывает. И раньше я был молодым, я так скажу. Если, когда мне было 30 лет, просто прошло 10 лет. И я больше начинаю с пониманием относиться. И поэтому больше переживаний, больше сложностей бывает, и больше ответственности. Я раньше так по-мальтически относился к некоторым вещам, а сейчас более углубленно приходится. А какая яркая перемена в вас самом за эти 10 лет произошла? Что вот изменилось? С чем тот Рамзан Ахматович отличается от этого Рамзана? Нет, я считаю, что каждый день для меня был в жизни, там, так сказать, примером для себя, там, и даже воспитанием, там, и я больше начинаю любить, больше начинаю каждый день любить свою родину, народ. И вчера один мой хороший знакомый задал вопрос, там, для чего важнее для тебя в жизни, там, что я говорю, отучаю религии. Потом я говорю, народ, потом семья, там, а почему он, ну, я говорю, доживай. Религия, народ, семья. Я называю религией, там, потом мама, потом народ, ну, так я называю, там. Но это вы их в порядке приоритета так расставляете? Да, 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 да. И почему семья, там, на третьем, четвертом плане, там, я говорю, мой отец ставил так, я говорю, и из-за этого я тоже, мой народ, это большая семья. Дети, там, это маленькая семья, поэтому, если я не буду беспокоиться за большой семьей, там, маленькая семья, там, сейчас никогда не получит. Поэтому я больше ставлю, там, народ превыше всего. Если я раньше мог бы по-другому, там, думать, там, и не понимал Ахмад Хаджи, и когда он своего сына отправлял на верную грибель, там, ему говорили, там, ну, вот твой сын, ты президент, там, почему ты отправляешь его на войну? Он говорит, он должен быть впереди. Если он мусульманин, если он патриот, а что, мой сын должен сидеть за спиной, там, спятался от всего, и другие должны воевать, что ли? Нет, он должен быть впереди. Вы сейчас также готовы сына отправить? На все сто процентов. Если у меня нет таких там намерений или идейных я не настроен, то у нас никогда ничего не получится. Я, если я буду думать, что будет завтра, если я сделаю это, то ничего не получится. Я говорю, в личном плане, я должен делать все для того, чтобы благополучие населения чеченского народа пришло, там, как во сне, там, красиво, там, знаешь, приятно. Рамзан Ахматович, я желаю чеченскому народу процветания дальнейшего. Я знаю, что у вас впереди еще очень много встреч. До поздней-поздней ночи. Спасибо вам огромное за это интервью. Вам большое спасибо, что отпускаете меня.